приветствую всех в этом видео я расскажу как грамотно ухаживать за газоном в течение всего летнего сезона разделю это видео на 4 подгруппы этаких этапа какую газонную смесь использовали мы какую использовать состав трав далее расскажу о том как и чем подкармливать газон и сколько раз за сезон также важный вопрос касаемо козьбы газона на какой высоте и как часто и как избавиться от злостных сорняков на нем что такое газон ухоженный газон а именно зеленый ковер в саду играет важную представительскую роль согласитесь он служит прекрасным фоном для цветников розариев ландшафтных композиций и картин а также выполняет функцию комфортной зоны для приятного времяпрепровождения для вас и ваших гостей дачный участок либо загородный дом или просто дом все мы хотим любоваться наслаждаться комфортом и приятно проводить время своему газону я неоднократно получала комплименты даже один раз случайные прохожие уточнили это газон искусственный или нет ну согласитесь приятно такое слышать а за такой красотой стоит немаленький труд но если ухаживать и делать все своевременно то это и легко и приятно газонная трава смесь если вы еще планируете садить газон то выбор трава смеси играет огромную роль есть много показателей большое значение имеет обращать внимание на устойчивость к вытаптыванию тенистые места за сухоустойчивость и прочие нюансы которые могут присутствовать в вашем саду и для каких именно участков вы его планируете садить таким образом чем больше газонная смесь имеет трав тем лучше он будет универсальным и подойдет для разных зон вашего участка я рекомендую трава смесь орнаментал производства дания мы садили газонную смесь из пяти трав предварительно конечно изучив каждую траву в отдельности я сейчас вам расскажу ее состав она состоит из 35 процентов райгресса пастбищного 5 процентов овсяница красная 50 процентов овсяница красная сорта максима 5 процентов овсяница овечья и 5 процентов мятлик луговой этот состав трав очень устойчив к неблагоприятным внешним условиям то есть к недостатку влаги и ее излишка к тенистым местам бедные почвы и грибковым заболеваниям как садить газон у меня есть отдельное видео там разложено все по полочкам поэтапно я оставлю ссылки под видео кому интересно посмотрите вторым этапом ухода за газоном является подкормка газона чтобы зеленая красота не увядала ее нужно насыщать микроэлементами и питательными веществами как и любой другой организм живой газон тоже нуждается в питании за сезон я провожу три подкормки газона первую делаю рано весной как только сошел снег он выглядит уставшим блеклым и в большинстве своем желтоватый и чтобы он быстрее зазеленел и покрылся молодой травой ему надо дать азота не жалея я беру ведро карбамида то есть мочевины она выглядит вот таким образом прозрачные белые полупрозрачные белые зерна и щедро разбрасываю по газону это лучше конечно проделывать перед дождем или во время дождя таким образом она моментально уходит в почву и начинает действовать вторую подкормку я провожу в середине лета а именно в конце июня комплексным минеральным удобрением нитро амафоска содержанием в составе азота фосфора и калия в равных пропорциях вот это удобрение вносим согласно инструкции его если положено по инструкции 40 грамм на квадратный метр то и вносим только это количество делаем это под дождь либо после обильно проливаем и 3 завершающие подкормка является калийное удобрение и нитро амафоска я смешиваю все это в равных пропорциях и по 30-40 грамм на метр квадратный то есть небольшую горсть хочу отметить что осенью с удобрениями необходимо быть сдержанным так как уже много его не надо третьим этапом ухода за газоном является его покос для покоса газона мы приобрели газонокосилку хоскварна со сборником травы на 50 литров она самоходная что облегчает конечно труд во время козьбы брали газонокосилку небольшую то есть узкую ее ширина составляет 40 сантиметров для чего для того чтобы было удобно косить среди моих насадок у меня много хвойных маленьких растений и других это и розы штамбовые и кустарники гортензии так далее которые разбросаны по газону и такой газонокосилкой очень удобно между ними косить скашивать газон нужно не слишком низко на высоте 5-6 сантиметров мы косим на высоте 6 сантиметров в условиях притенения или в полу тени например в том же плодовом саду на высоте 7-8 сантиметров так как большие кроны деревьев дают после полудня тень что касается частоты покоса то здесь нет никаких стандартов все зависит от погодных условий при температуре воздуха более 20 градусов и наличие ежедневных дождей то газон надо косить каждых три дня в этом случае можно и нужно газон мы косим достаточно часто как только он достиг 9 сантиметров и выше сразу покос это может быть один раз в неделю а бывает и два когда он перерастает отметки в 9 сантиметров это видно макушке зеленые не держит форму щетки рассыпываются в разные стороны то есть это знак что пора косить газон четвертым этапом ухода за газоном является борьба со злостными сорняками а в большинстве своем именно с одуванчиком в наше то время а именно век передовых технологий и возможностей первое время я пыталась бороться с одуванчиками и прочими сорными растениями прополкой все мое свободное время занимало это дело и я вам скажу это был бы результат длительного действия а то этого хватало всего на два-три дня однажды я села изучила много информации ну не может же быть каких-то других способов борьбы с сорняками и нашла с тех пор несколько лет я пользуюсь вот такими средствами это лентур если его нет всегда есть продажи хакер может быть у вас какие-то есть заменители в вашем регионе обратите на это внимание это средство разводится вот касаемо лентур 18 грамма на 5 литров воды и расход составляет на 100 метров квадратный конечно я расходую намного больше так как необходимо пролить каждый листик хорошенько смочить это делать обязательно после покоса травы на следующий день ни в коем случае не до покоса и не сразу после покоса этим средством я делаю три обработки в течение сезона весной сразу после первого покоса через день вторую обработку я провожу через три-четыре недели обязательно так как одуванчики будут лезть и лезть вот а это средство она мгновенно его нейтрализует и третий раз в начале августа обязательно осенью тоже так как много сорных трав пытаются где-то как-то до пролезть пробуйте это средство для обработки газона от сорных трав это на самом деле чудо для садоводов и просто обладателей газона так как вы экономите свое время я кратко поделилась с вами своим опытом по уходу за газоном в течение сезона разделила его на четыре этапа пусть вам что-нибудь да пригодится красивый и ухоженный газон принесет вам и уют и комфортное времяпрепровождение да и просто отдых на последней заставке моя малышня релаксирует на моем газоне всего доброго пусть ваш газон вас только радует